со товарищей всем привет с вами артура фотограф сейчас я буду разговаривать с очень красивый привлекательный и обаятельным тренером татьяны она замужем и у нее двое детей и мы поговорим за сколько можно или сколько нужно зарабатывать денег чтобы прожить с двумя детьми когда-то все привет а еще раз меня зовут таня ну начнем с первого самое главное это наверное жилье потому что оно в большинстве скажем так случаев на него тратишь больше всего денег мы тратим у нас трехкомнатная квартира мы платим за рент две тысячи сто ну плюс там белые скажем так все расходы, телефоны и так далее, выходит в районе 2 600-2 700, короче, в районе 3 тысяч, мы все округляем, на максимум делаем, потому что у кого-то может быть дороже жилье, и люди платят больше, это первое. Второе, на что, конечно, уходит много денег, это еда, в нашем случае особенно, потому что мы много кушаем фруктов, ягод, овощей, это все органик и стоит намного дороже, чем если ты просто покупаешь неорганик какой-то, ну, есть, в общем, разница. Органик, я думаю, не нужно объяснять, что такое разница между обычными овощами и фруктами, но если будут вопросы, спрашивайте, мы объясним. Обязательно пишите в комментариях, какая разница между органическими и неорганическими. В общем, сразу тогда ответим, что продукты, которые неорганик, это те, которые подаются, вернее, ну, короче, вы поняли, и обрабатываются химически, а органик, это все, что натурально растет и не обрабатывается никакой химией, все, в принципе, просто. Так, ну, в среднем это уходит, мы считали, где-то в районе 300-400 долларов, ну, пусть будет 1000 долларов в месяц, потому что тратим где-то 300 долларов в неделю. 1000 долларов в месяц, это у нас еда. Опять округляем, да, 3 плюс 1000, это 4000, плюс расходы там на какие-то аттракционы с детьми, потому что двое детей, они всегда хотят на выходные, вон, да, какие-нибудь аттракционы, машинки. Ой, про игрушки это вообще отдельная тема, у нас в среднем уходит каждый день там на 10-20 долларов, мы тратимся на какие-нибудь машинки. Это тоже отдельный, отдельный можно сделать подкаст на эту тему. Так, ну, в общем, пусть будет тоже в районе там 1000 долларов в месяц на все, скажем так, развлечения, там, танцы ребенок ходит, гимнастика и так далее, пусть будет 1000 долларов в месяц на такие расходы. Так, секундочку, танцы сколько стоят? Танцы стоят, мы платим за месяц платим 130 долларов, гимнастика 300 долларов за 10 занятий, ну, это получается 400, ну, грубо говоря, 150 долларов в месяц, да, 150-130, 300 долларов у нас в месяц уходит на гимнастику и танцы, плюс еще у Деника тоже гимнастика 150 долларов в месяц, ну, я же говорю, в среднем ты там, я же говорю, округляем со всеми там машинками, игрушками, развлечениями, пусть будет 1000 долларов в месяц. Это мы уже сколько посчитали? 4, 5, да? 3 тысячи за квартиру, 1000 за еду. Ну, не только квартиру, то есть и все билы, расходы там, телефоны, страховки, всякое такое, да. Так, 1000, что у нас было? За еду и 1000 за развлечение. 1000 за развлечение. Ну, еще раз, конечно, есть такие развлечения, которые там, путешествия и так далее, когда у нас, это обычно, в принципе, мы стараемся там, ну, раз в две недели куда-то поехать, то есть соседний штат, да, то есть мы берем гостиницу какую-то, ну, пусть это будет там гостиницу, мы берем хорошую за 200-300 долларов в сутки, плюс там какие-то расходы, пусть будет 500 долларов за две недели, потому что мы не каждую неделю ездим, а раз в две недели. Тоже пусть будет там 500 долларов за две недели, соответственно, 1000 в месяц. И плюс 1000 это такие вот путешествия. Тогда получается у нас сколько? 6 тысяч. То есть нужно зарабатывать где-то 1008 в месяц для того, чтобы у тебя оставались дополнительные деньги, скажем так, чтобы ты был спокоен, как emergency, да, потому что если что-то случится, не дай бог, там, медицинские какие-нибудь, да, нужны будут, там, я не знаю, например, не дай бог, там, зубы полетят у кого-то или все что-то, ну, дополнительные расходы. Поэтому всегда должны быть отложены деньги на экстренный какой-то случай. Так, школа и детский садик. Школа у нас государственная, поэтому все бесплатно, и питание абсолютно бесплатно, и самообучение. Мы даже, скажем так, не покупаем ничего в школу, никаких книжек, ничего, все оплачиваем государством. Садик мы только вот собираемся, но для него, для его возраста ему еще нет трех, поэтому мы будем платить всего лишь где-то 250 долларов в месяц. Ну, вообще считается, что государственные садики, они бесплатные. Это так, из-за того, что дополнительные будут педагоги для малышей, поэтому мы будем платить 250 долларов в месяц. Поэтому, в принципе, ну, не сильно существенная, скажем так, сумма, потому что если это был бы частный, это было бы где-то тысячу-полторы в месяц. Вот так. Короче, нужно зарабатывать 8-10 тысяч в месяц, чтобы так, на четверых, нас четверо, поэтому на четверых, то есть, грубо говоря, так, на каждого по 2-2, по 2,5 месяц, чтобы, ну, так, жить хорошо и не думать, что, там, не знаю, ходить и смотреть ценники. Конечно, люди живут и на 4 тысячи, там, и на 5, может, чем-то там себя ограничивают, потому что, чтобы, там, скажем так, живут от зарплаты до зарплаты. В нашем случае мы стараемся еще откладывать, поэтому стараемся много работать. Дорогие сотоварищи, если вам понравилось это видео, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И обязательно задавайте вопросы и что бы вы хотели услышать. Да, все вопросы обязательно прочитаем и ответим. Всем добра!